Иснение по закону, по Аллахе, основных моментов. Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем цикл уроков «Жизнь Паттория». И в этих уроках мы рассказываем о заповедях. Их простое понимание, рассказываю я. Аллахическое понимание, как их выполняет, рассказывает Илья Шамар Пентусевич. И их тайное понимание, рассказывает всегда тайный человек, который рассказывает тайны Торы. Сейчас мы изучим заповедь Шаббат, Суббота. Суббота – это одна из центральных заповедей. Она называется «Знак Союза». То есть это не просто заповедь, во время которой мы, выполняя волю Всевышнего, соединяемся со Всевышним. Это заповедь, которая является знаком, который невероятно важен. И давайте узнаем, что же это такое, эти 25 часов, которые мы проводим в Шаббате. От захода солнца в пятницу до выхода звезд в субботу – это время называется Шаббат. Шесть дней Бог создавал мироздание, и на седьмой день Бог отдыхал. И мы в знак того, что мы признаем, понимаем, осознаем, что Бог шесть дней создавал мироздание, а в седьмой отдыхал, мы вместе с ним седьмой день прерываем всякую созидательную деятельность по обновлению этого мира. Мы прерываем именно созидательную деятельность, которая называется «Малахот», то есть осознанные работы. И мы вместе с Богом спокойненько проводим этот седьмой день недели, эти 25 часов, погружаясь вовнутрь заповеди, которая называется Шаббат. Заповеди соединяют нас с Богом. Заповедь – это воля Всевышнего, выполняя которую мы соединяем с свой главный движущий элемент. Это наша воля, воля человека. Это мой рацион, мое желание. И вот когда я соединяю свое желание с желанием Бога, мы с ним вместе в резонансе. И эта заповедь, она покрывает меня снаружи, покрывает меня изнутри. И заповедь – это свеча. Я внутри зажигаю божественный свет силой своего выбора, а Всевышний в этот момент соединяет этот мой внутренний свет со своим светом. И так мы получаем награду за заповеди. Когда душа выходит из этого мира, и когда душа сбрасывает с себя вот это тело, это облачение, в котором она была в течение 70-80 лет в этом мире, то душа, которая создавала себе одежду для тела с помощью заповедей, создавала себе, можно сказать, новое духовное тело с помощью заповедей, такая душа попадает во дворец. И так как шаббат – заповедь субботы, это одна шестидесятая часть вот этого грядущего мира, то есть мы в шаббате, мы можем прочувствовать этот грядущий мир, в котором мы будем, мир вот такого отдыха, общения со Всевышним, то, естественно, шаббат очень много вкладывает в одежды для души. Тот, кто не соблюдает шаббат, ему, конечно, будет в грядущем мире, я думаю, что будет ему как-то там тесновато, потому что шаббат, Бог выделил его как именно принципиальная заповедь. Что в ней такого принципиального? Я говорю о простом понимании. Для того, чтобы прочувствовать присутствие Бога в жизни, это похоже, например, на фильм. Человек приходит в кинотеатр, и в кинотеатре он хочет посмотреть фильм. Значит, если он приходит в кинотеатр, и одновременно он приносит с собой компьютер, телефон, и одновременно у него включен свет, и, значит, работают все остальные приборы, включая то, что ему светит и телевизор, то вряд ли он увидит фильм на экране. Фильм на экране просто, у него не будет силы, чтобы воспринять этот фильм. Чтобы воспринять фильм на экране, нужно выключить свет, отключиться от всех источников информации, и тогда ты можешь воспринять тот фильм, который ты видишь на экране. Примерно так работает заповедь шаббата. Ты отключаешься от всех видов производительных работ. Ты не можешь даже говорить на тему своих будничных желаний. Весь шаббат регламентирован, то есть это время, когда ты встречаешься со Всевышним, выключая все остальные приборы, которые обычно управляют жизнью человека. Труд, работа, какие-то проекты и так далее, все это выключается на 24 часа, на 25 часов, от захода солнца до выхода звезд. Чем заниматься в субботу? Есть законы субботы, есть прекрасная книга «Царица суббота», написала Иера Моши Пантелят, есть законы субботы в «Кицур шухонарухе», в «Шухонарухе». Если я говорил, что обычную заповедь нужно месяц изучать законы, чтобы в ней разобраться, то чтобы изучить законы шаббата, субботы, нужно посвятить этому хотя бы месяца три, потому что есть 39 видов работ, запрещенных в шаббат, и как эти виды работ, они распространяются на нашу современную жизнь, чтобы все это изучить, нужно хотя бы потратить на это, инвестировать в это три месяца, и ты получаешь заповедь, которая наполняет тебя, которая тебя является источником благословения. Суббота – это источник благословения. На что похожа суббота? Я помню одну историю, по-моему, это из книги «Царица суббота», когда был один император, который посылал армии на границы своей империи для того, чтобы захватывать новые земли. И когда армия какого-нибудь военачальника, которого посылал царь, она захватывала новые земли и побеждала, обычно следующим ходом военачальник поворачивал эту армию и шел против императора. Император, так как у него было много армии, он, естественно, побеждал эту армию и убивал этого генерала. Один раз так произошло, второй раз так произошло, третий раз произошло. Царь, который император, был умный, он говорит, почему же эти все генералы, они забывают, кто их послал, кто им дал армию, кто их поднял на тот уровень, на котором они оказались. Почему они после первой же победы, они обо всем этом забывают, кто дал им эту армию и идут войной на меня. Как же избежать этого? Когда он отправил следующую армию, он сказал генералу, послушай внимательно, значит, я тебя поставил генералом над этой армией, и каждый седьмой день ты возвращаешься, что бы ни происходило вокруг, ты возвращаешься в императорский дворец, и ты докладываешь ситуацию на фронте, день ты проводишь в императорском дворце со мной, и потом ты возвращаешься на неделю туда. Тот ему говорит, генерал, понял, товарищ император, но говорит, а как же армия без меня? Он ему говорит, послушай, армия без тебя жила, армия без тебя проживет и дальше. Каждый седьмой день ты должен быть у меня, я твой император, от меня зависит все в твоей жизни. Понял? Генерал говорит, понял. И вот он стал к нему приезжать каждый седьмой день, докладывать обстановку, опять вникать, кто вообще императора, кто генерал, то есть то же самое происходит в шаббат. Когда человек живет, и он думает, что это он управляет жизнью, он управляет бизнесом, богатством, здоровьем, это большая ошибка, это заблуждение, которое ведет к тому, что человек восстает против царя царей, против бога, а если он восстает против бога, то у него нет шансов ни на успешную жизнь в этом мире, ни на, естественно, вечную жизнь, он теряет свой шанс. И бог, который очень нас любит, он нам дал заповедь шаббат для того, чтобы мы каждую неделю возвращались во дворец к царю, чтобы мы возвращались во дворец ко всевышнему и вместе с ним проводили день в спокойствии, в отдыхе, в погружении в духовную жизнь, в изучении Торы, в общении со своей семьей, в наполнении духовным светом вот этой энергии шаббата, когда ты понимаешь, что буду я в этом мире, не буду я в этом мире, буду я волноваться, не буду я волноваться, мир идет своим путем, мы в него приходим голыми маленькими и уходим голыми и маленькими. И если жить ради этого мира, то все становится пустым и бессмысленным, а шаббат нам дает каждую неделю напоминания, это одна шестидесятая часть грядущего мира, как мы будем жить вечно и наслаждаться сиянием божественного присутствия. И вот в шаббат мы себе воспроизводим вот этот вот момент, когда мы до шаббата готовим себе все для этих 25 часов, что потом 25 часов ничего не делать, ничего не менять в своей жизни и просто наблюдать за этим прекрасным миром, который управляется прекрасным творцом, который его создал и который дает нам жизнь. Живите по Торе, изучайте заповеди Аллахот, которые Илья Шамапин Дусеевич вам даст во второй части. Глубины в шаббате есть такая глубина, что даже просто только начинаешь думать на эту тему, уже сразу идет божественный свет, но главное, живите по Торе, это самая лучшая жизнь, которая дает жизнь и в этом мире и дает вечную жизнь. Всем привет, с вами Илья Шамапин Дусеевич. Я вам расскажу про аллахическую составляющую заповеди, которую мы будем изучать. Мы сейчас находимся в законе заповедь Шаббат. Это находится у нас в китсу Шуханна Рухе. Глава 72 написано так, заголовок. О величии святости Шаббата и о том, что нарушающий Шаббат приравняется к гою и закону подготовки к Шаббату. Написано так, Святой Шаббат это суббота, как мы знаем, это седьмой день. Это великий знак союза, данный нам святым благословен Он, чтобы мы знали, что за шесть дней Бог сотворил небеса и землю и все, что их наполняет и упокоился. Седьмой день. И это основа веры. Здесь написано, что суббота, седьмой день, это день отдыха. И Он знак, нам намекает, что мир был создан шесть дней, Бог его сотворял, готовил его, наполнял его, а седьмой день Бог отдыхал. И из-за этого мы тоже в память этому отдыхаем седьмой день, не работаем и не делал никакие действия, которые связаны с нарушением и действия, которые создавать. Допустим, зажигать огонь, строить что-то. Ты когда что-то творишь, это субботу запрещено, потому что Бог перестал седьмой день творить вещи. И сказали учителя нашей благословенной памяти, шаббат весит столько же, сколько все остальные заповеди вместе взятые. Здесь написано очень интересное что заповедь субботы она весит как все заповеди вместе. Почему? Потому что суббота это основа веры, это основа тому, что мир был создан Богом шесть дней. и когда мы соблюдаем субботу, то в принципе мы создаем основания для выполнения остальных заповедей. Из-за этого шаббат такой, он важный. И он продолжает, пишет, поэтому прославляет пророк соблюдающих шаббат, говоря, счастлив человек делающий это и сын человеческий держащийся за это хранящий шаббат от осквернения. Вот, он здесь пишет, что наши мудроцы говорят, что человек, который соблюдает субботу, он счастливый. Почему? Не только из-за того, что мы отдыхаем в этот день, да, это многие люди отдыхают, допустим, в воскресенье, там, некоторые в субботу тоже отдыхают, смотрят Netflix, я не знаю, да, но почему суббота человек, который он ее соблюдает, он счастлив, потому что шесть дней в неделю мы материальные, мы воздействуем с многоматериальностью и у нас есть вожделение там и так далее. Суббота это день святой, духовный, да, человеку нужна эта духовная составляющая в его жизни, да, это ему делает хорошо, это его наполняет какими-то силами духовными, а то человек это не как животное, которое только материальное, оно, ей нужно какие-то духовные вещи, из-за этого много людей ищут творчества, там, так далее, идут в музей, потому что им нужна какая-то духовность, какие-то наполнить себя какими-то духовными вещами, вот, и суббота она как раз и есть тот день, который человек наполняется энергией для всю неделю, духовной энергией и дает силы человеку. Интересный закон, заповедь требует от всякого человека, даже если у него множество слуг, самому также приготовить что-нибудь в честь субботы, чтобы почтить его, как поступали мудрецы Талмуда. Кроме того, что надо соблюдать субботу, это не делать какие-то действия, нужно тоже делать, уважать субботу, что это значит, это быть с красивой одеждой в субботу, там, накрыть стол красиво, там, с едой вкусной, разной. И заповедь требует, что не только слуги, да, или помощники, там, или жена что-то делала, или дети, ты должен сам взять и что-то приготовить, и так ты показываешь, что это важно для тебя. И что мы видим от всего этого? Что суббота это основа для всех остальных заповедей, это очень важная вещь. И человек, который он соблюдает субботу, он счастливый, он наполняет себя духовностью и силой для всей недели. И надо ее уважать, как будто бы ценить тот подарок, который Бог нам дал. Если мы будем ценить все подарки, которые нам дают, да, ценить то, что у нас есть, у нас будет счастливая жизнь. Давайте вместе будем жить по Толе, жить заповедями и будем счастливыми.